Сегодня Мариуполь в российских новостях чаще всего мелькает картинками новых красивых домов. Дома есть и этот факт сложно отрицать. Целые кварталы почти на выезде из города, в основном у аэропорта. Но стереть с лица Мариуполя почерневшие, обрушенные дома, оказавшись здесь, ты просто не можешь. И мы снова здесь. В этих домах, конечно же, никого не было, но здесь еще до сих пор побито все. А вот тут уже появился свет. В театре, видите, он обнесен строительной такой сеткой. Здесь упоминания. Карас Шевченко, Николай Гугль. Русские и украинские авторы все вместе. Конечно же, Мариуполь сегодня совершенно другой город. Не тот, который мы увидели полгода назад весной во время артиллерийских налетов и стрелковых боев, в том числе здесь, в историческом центре Мариуполя. На театральной площади здесь рядышком находится как раз драматический театр. Кое-где еще, конечно, очень много побитых строений, особенно многоэтажек, которые напоминают о том, что здесь происходило, в общем-то, совсем недавно. Валентину Афанасьевну весной мы встретили совершенно случайно у драмтеатра, набиравшую в соседнем парке в колодце воду. Есть где спрятаться от дождя и ветра. Всего вам доброго, дорогие дети и дорогие внуки. Всего вам хорошего. Целуем вас. Тогда мы пообещали показать ее в эфире и передать весточку ее близким на этом видео. И вот мы снова здесь. Не проведать героиню нашего сюжета, которая запомнилась огромному числу зрителей по известному нам счастью адресу, но мы просто не могли. Рядом с Валентиной Афанасьевной, жительницей Мариуполя, какой-то фантастической выдержки, какого-то стального характера, ты просто забываешь о заботах вне Мариуполя. Потому что все это больше не имеет смысла. Стойкость таких людей покоряет и обезоруживает. Здесь был банк. А, в банке живете, понятно. Так, прошу обратить внимание на информацию. Все актуально. Заходим. Тут, кстати, спят у нас. Ага, это у вас прихожая, получается? Получается, да. Ага. Это единственная комната банка, которая уцелела. Здесь работницы переодевались. Это наша беляшка. Беляшечка, мой чуть-чуть хороший. Вот у вас лекарства хоть какие-то есть. А, лекарства, да, есть. Ну, это все волонтеры привозят? И волонтеры, да. Как ваше здоровье? Тяжеловато? Да, он после операции. А, есть ли какой-то операции? Нет, в Мариуполе здесь. А, у вас больница работает? Да, да, да. Он месяц был в больнице. Сделали воду. У нас тут туалет. Ну, короче, ну, слушайте. Ну... Квартира. Вот видишь, плитоперекрытие упали. Это танк ударил прямой доводкой. Через банк оттуда банк пробил и попал в квартиру. Вот плитоперекрытие упали. А это же пол следующего этажа. Вот дом. Бомбили больше трех, двух недель. Больше двух недель. Постоянно, постоянно. Это март и апрель еще. В начале апреля, да. И апрель еще. Здесь подвал. Вот тот самый подвал, про который вы говорили, когда весной здесь со всеми соседями. 18 ступеней вниз. Знаете сколько, да? Вот эта кровать, да? Здесь мы спали с мужем по очереди. Я тут спала сначала на стульях, а он здесь. А потом мы менялись. Это была у вас кухня, да? А вот здесь, ребята, это идет коммуникационный тоннель. Здесь просто идут трубы отопления. Подушки. Вот тут люди спали на стекло вазе. А все остальные куда люди ушли? Вот вы остались в подъезде. А все остальные ушли под бомбежками. Вернувшись из подземелья дома на городской поверхности, расспрашиваем нашу давнюю знакомую о том, как она провела эти полгода в разбитом напрочь городе. Помимо дел насочных, рассказывает Валентина Афанасьевна, до войны, кстати, школьный учитель русского языка и литературы, она спасалась творчеством. Когда мы сидели в подвале, у меня постоянно вот бабахало, и у меня постоянно была мысль. Город испуган. Вот город испуган. И мы тоже. Порелякани. И вот я первое стихотворение назвала, все стало бывшим. Город испуган. Город не дышит. Все, что наболело, все, чего боялась, и все, что подмечала, проходя одна по уничтоженными боями городу, женщина облекала в стихии. Наших соседей я вряд ли увижу. С внучкой моей оборвалась нить. Станет ли город для них тоже бывшим? Или вернуться, чтоб строить и жить? Сегодня в городе есть и электричество, и водоснабжение, работают магазины, и даже появляются первые, ну, такие небольшие торговые центры. Но самое главное, что город сегодня является вот такой большой главной стройкой для всего Донбасса. Потому что идет восстановление домов, и там, где еще оно не началось, уже активно работают специалисты, которые оценивают техническое состояние домов. Дмитрий Маслак, Егор Кузнецов, Сергей Якунин, CGTN, Мариуполь. Субтитры создавал DimaTorzok